культурно-языковая экспансия россии в таджикистане таджикистан 14 300 прерванных беременностей за полгода таджикские девушки на конкурсе мисс world asia beauty чем грозит новый закон о выдворении мигрантам из центральной азии двумя партиями 28 и 29 августа в международный аэропорт душанбе по линии россотрудничества было доставлено 52 тысячи учебников на русском языке первая партия которая поступила 28 августа состоит из 8 тысяч учебников по русскому языку и литературе среди присланных книг есть также буквари азбуки и учебные пособия по изобразительному искусству об этом сообщило информационное агентство азия плюс транспортным самолетом минобороны россии доставлены книги двумя гуманитарными российскими организациями 20 тысяч учебников по русскому языку от фонда русский мир и 32 тысячи учебников по всем предметам для семи школ от автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ русская гуманитарная миссия и городов и области показали также в душанбе прибыли 30 учителей из разных регионов россии которые будут работать таджикистане намного лучше изучать его от носителя языка напомним что после распада ссср вплоть до сегодняшнего дня россия предпринимает все доступные методы для удержания и укрепления своего влияния на постсоветском пространстве и одним из таких методов является культурно-языковая экспансия посредством различных гуманитарных организаций и фондов министерство здравоохранения даджикистана опубликовала тревожную статистику согласно которой за шесть месяцев текущего года уже 14 тысяч 300 таджикских женщин прервали беременность причем по неофициальным данным таких случаев в несколько раз больше напомним что таджикистан является одной из самых бедных стран региона страной с высоким уровнем коррупции и беззакония в отношении жителей наблюдатели отмечают что данные цифры не являются удивительными с учетом того положения которое создал таджикистане режим рахмона причем следует заметить что таджикские женщины испокон веков отличались большим количеством детей и о прерывании беременности не могло быть и речи тем более что ислам будучи в течение тысячелетия духовной основой жителей региона побуждает к рождению детей сегодня же власти страны не только сделали все для того чтобы лишить людей возможности кормить потомство но и насильно навязывает молодежи западный образ жизни 3 сентября в столице казахстана астане прошел гранд-финал фестиваля красоты и моды пьера кардена мисс world asia beauty в нескольких возрастных категориях конкурс профессиональных моделей в категории от 18 до 28 лет конкурс профессиональных моделей в категории подростки 13 17 лет и конкурс профессиональных моделей в категории минимис 6 12 лет среди участников были девушки из центральной азии в том числе из таджикистана на конкурсе получили призовые места и таджички совсем юные дети из таджикистана это 7-летняя назанин азимова получившая третье место 13-летняя амалия джураева завоевавшая звание топ-модель фестиваля в категории подростки а также 27-летняя зумрад бакиева занявшая первое место среди взрослых 20 красавиц столицы сегодня поборется за звание самый красивый напомним что подобные мероприятия проводятся в странах центральной азии уже далеко не в первый раз все подобные мероприятия ничто иное как навязывание мусульманам региона не исламских европейских ценностей причем что характерно в итоге получается что тиранические режимы региона и западные так называемые просветители удачно дополняют друг друга одни запрещают ношение хиджаба и навязывают женщинам ношение не исламской одежды а другие под видом благотворительных просвещенческих и культурных проектов пропагандируют среди мусульман разврат и полную потерю нравственных ограничений совет федерации готовит законопроект согласно которому станет возможным выдворение иностранных граждан из россии за нежелательное поведение об этом в понедельник 4 сентября сообщила газета известия со ссылкой на источник в парламентских кругах под нежелательным поведением подразумевается наносящий ущерб национальной безопасности деятельность в частности депутаты акцентируют внимание на разжигание национальной и религиозной ненависти и политической розни потенциальное вмешательство в выборный процесс а также работа извне с молодежью следует отметить что под понятие нежелательное поведение при желании в россии можно подвести любого неугодного как это показал опыт применения так называемого пакета яровой конечно же в первую очередь в группу риска могут попасть правозащитники деятельность которых заключается в защите прав мигрантов кроме всего прочего еще предстоит узнать что ожидает мигрантов из центральной азии у себя на родине при выдворении с таким определением то есть Продолжение следует...